Сегодня второй завершающий день форума Крылья России, который уже в одиннадцатый раз проводится в Москве. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, по сути дела Ассоциация российских авиакомпаний и компания АТО-Ивент. В этом году более трехсот участников собрались в московской гостинице Ренессанс Монарх, для того, чтобы в очередной раз обменяться мнениями о том, что происходит в российском воздушном транспорте. Казалось бы, в чем новизна? В прошлом году это было, в позапрошлом году это было, в этом году. Тем не менее, люди, которые каждый год сюда приезжают, в том числе и из дальних стран, используют форум Крылья России как эффективный инструмент и получения обмена информацией, и инструмент, что ли, такого корпоративного развития, что, вообще говоря, подтверждается всей историей, вот наши уже более десятилетия проведения этих мероприятий. Те компании, которые систематически, осмысленно, с предварительным планированием участвуют в работе конференции, получают существенные выгоды от этого. Как компании, так и отдельные управленцы из компаний, отдельные специалисты из компаний, которые получают знания, растут профессионально, расширяют свои горизонты, расширяют свое поле контактов, и в результате действительно получают существенную выгоду. Единодушное мнение, я разговаривал с большим количеством участников, в этом году очень интересная программа. Она, в общем, довольно существенно отличается, даже идеологически, от программы прошлого года. Было очень много интересных докладов в первый день. Надеюсь, что и сегодня, во второй день конференции, будет много интересных докладов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!